Это программа «Город. Новости по-выборски» в студии Виктория Невская. Здравствуйте! Новости по-выборски. Члены комиссии, в состав которой вошли представители администрации и выборские депутаты, осмотрели город и определили финалистов. Возникли споры, но в итоге комиссия выбрала победителей. В номинации за лучшее оформление фасада здания отмечен театр драмы «Кукол. Святая крепость». Спасибо администрации за внимание. Мы, честно говоря, даже не рассчитывали и даже не знали, что конкурс идет. За лучшее оформление территории приз получил выборский рынок. Сотрудники украсили площадку в центре южного рынка тематическими фигурами из дерева и установили елку. Еще даже Новый год не начался, а уже все прибегали фотографироваться на грядках. Ну, елку все украсили. Кстати, елка была первая не на Петровской площади, а на рыночной, на южном рынке. За лучшее оформление витрин награду получил магазин «Торговый мир», расположенный в здании на углу проспекта Ленина и Ленинградского проспекта. Руководителям учреждений и организаций помимо дипломов вручили сертификаты на изготовление рекламной и полиграфической продукции. Мы так и год, конечно, стараемся, потому что у нас в магазине есть детские отделы, поэтому со стороны Ленинградского мы всегда делаем детские витрины, у нас там сказка, со стороны проспекта Ленина у нас там представлены товары для взрослых, поэтому мы оставляем выкладку, но стараемся, чтобы это была не сухая выкладка, чтобы были и новогодние украшения. Организаторы конкурса выразили благодарность победителям и всем участникам, которые находят возможность даже в непростые времена подготовиться к праздникам и внести свой вклад в благоустройство города. Автобус и фура не разъехались на выезде из Выборга. ДТП произошло еще в минувшую пятницу днем, но полная картина событий стала ясна позже. Как рассказали нам в местном отделе ГИБДД, служебный автобус марки ПАЗ, почти пустой, направлялся из Выборга в сторону Приморска. На мосту возле транспортной проходной судостроительного завода он стал объезжать по встречной полосе стоящую легковушку. Ее водитель выжидал, пока пешеход, идущий по проезжей части, свернет на обочину. В результате нетерпеливый водитель автобуса допустил столкновение с тречной фурой. К счастью, никто не пострадал, но на въезд и выезд из города образовалась колоссальная пробка. Череда дорожно-транспортных происшествий с автобусами Выборги продолжилась сегодня утром. Примерно в половине восьмого на перекрестке проспекта Ленина и бульвара Кутузова столкнулись пассажирские автобусы и автомобиль Киа. В результате оба транспортных средства получили механические повреждения. Кроме того, автобус, принадлежащий Выборгской таможне, снес пешеходное ограждение, светофор и осветительную опору. Как сообщили нам в местном отделе ГИБДД, по предварительной версии, автобус выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора, что и привело к столкновению. К счастью, люди не пострадали. Некомплект участковых планируется сократить в первом квартале наступившего года. Об этом сообщил начальник отдела участковых, уполномоченных управлением ВД по Выборгскому району Николай Канев. На днях он отчитался о результатах деятельности службы в минувшем году. По традиции, на такие встречи стражи порядка приглашают население. Однако, они не пользуются популярностью у жителей. Тем не менее, Николай Канев рассказал об основных задачах, стоящих перед участковыми. Прежде всего, нужно полностью укомплектовать их штат. Сегодня не хватает 5 человек. Один из самых больших некомплектов у нас, как всегда, то есть традиционно, остается в 89-м отделе полиции, 3 человека. Хотя и администрация предоставляет жилье. Но я думаю, что в течение этого первого квартала мы решим этот вопрос. Потому что есть один человек, который на данный период времени подал рапорт с другого региона России вообще сюда переехать, к нам жить. Также по одному участковому не хватает в Светогорске и поселке Советский. Но уже в ближайшие месяцы кадровую проблему удастся решить, полагает Николай Канев. Впрочем, и нынешнему составу по силам многое. Это подтверждают результаты работы службы за прошлый год. Количество раскрытых участковыми преступлений составило 253. На 43 больше, чем годом ранее. Это без малого четвертая часть от числа всех уголовных дел, возбужденных районом УМВД. Большое внимание уделялось и вопросам профилактики. Всего было составлено 1255 административных протоколов, плюс 300 к прошлому году за употребление, за мелкое хулиганство. У нас 426 протоколов составлено по линии профилактики ПДД, что является самым большим в области. На таких встречах у выборжцев есть возможность задавать участковым интересующие их вопросы. Следующий отчет перед населением состоится по окончании первого квартала 2016 года. Два человека скончались от свиного гриппа в Кировском районе Ленобласти. Информацию о случаях летального исхода от штамма гриппа H1N1 подтвердили в Комитете по здравоохранению 47-го региона. Специалисты отмечают, что вакцинация жителей области от этого вируса проводилась минувшей осенью. Погибшие привиты не были. Врачи предупреждают о скоротечном характере болезни и советуют при первых признаках недомогания не заниматься самолечением, а немедленно обращаться к врачу. Своевременное обращение за медицинской помощью помогает избежать серьезных осложнений. Больницы Ленинградской области снабжены достаточным количеством средств индивидуальной защиты и имеют резерв лекарственных препаратов для лечения гриппа. Между тем, в региональном комитете по здравоохранению подчеркивают, что уровень заболеваемости гриппом в Ленобласти не превышает эпидемиологического порога. Льготные категории граждан получили право использовать единые проездные билеты на всех городских автобусах Выборги. С 1 января 2016 года на маршрутах номер 13 и 14, которые до этого были коммерческими, также действуют именные пластиковые карты. Чтобы установить право граждан на льготный проезд, администрация Выборгского района в течение прошлого года вела переговоры с правительством Ленинградской области. Компенсация льготного проезда относится к полномочиям региона. Вопрос рассматривался на протяжении двух лет. Незадолго до нового года договоренность была достигнута. Из первых чисел января перевозчик осуществляет обслуживание с учетом социальных льгот, применяемых на территории Ленинградской области. 13 маршрут обслуживается тремя автобусами. В основном автобусы это большие и средние. Все видели это Лиазы, Скани и МАЗы. 14 маршрут, так как связан он с меньшим пассажиропотоком, мониторинг постоянно ведется. Качество обслуживания населения постоянно пытаемся улучшить. В результате было принято решение оптимизации этого маршрута. Временами ходят по 14 маршруту пазики. В связи со сложными погодными условиями компания-перевозчик обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть взаимно вежливыми и предупредительными, чтобы не создавать в городе аварийных ситуаций. При переходе по пешеходному переходу дороги не выбегайте на пешеходный переход. Убедитесь, что вас транспортное средство пропускает. В частности автобусы. Автобусы имеют длинный тормозной путь. Более длинный, чем другие легковые машины. Поэтому убедитесь, что вас пропускают и потом переходите дорогу. При выходе из автобуса убедительная просьба не обходить автобуса ни спереди, ни сзади. Это тоже чревато последствиями, связанными с ДТП, с другими участниками движения. Дождитесь, пока автобус отойдет от остановки. После этого переходите по пешеходному переходу дорогу. Ну а автовладельцев просят не создавать помех автобусам на остановках. Начало года для сотрудников Выборгского отделения ГИМС было более или менее спокойным. За новогодние праздники и каникулы погибших на воде зафиксировано не было. Однако, воодушевленные наступившими морозами, жители города и района уже двинулись на лед на своих транспортных средствах, что привело к нескольким несчастным случаям. Так, 4 января ушел под воду автомобиль в районе поселка Советский, а 5-го, напротив базы Манола, под лед провалилась машина с целой семьей. На этот раз обошлось без жертв, но инспекторы ГИМС вновь предупреждают. Допустим, на озерах, в бухтах, где нет течения, лед крепкий. Лед достаточно крепкий, 20, а то и 25 сантиметров. Лед крепкий, но опять же, это не говорит о том, что нужно выезжать на транспортном средстве. Лед, с одной стороны, позволяет держать транспортное средство легковое, но, с другой стороны, есть же какие-то протоки и бухты, где вода постоянно уходит, приходит, и поэтому там лед не застывает. Вот под такие моменты у нас люди попадают. Всего же по итогам 2015-го в Выборгском районе на воде погибло 22 человека. Это на 4 меньше, чем годом ранее. В основном жертвами стали любители зимней рыбалки. Поэтому сотрудники ГИМС проверяют ледовую обстановку 3-4 раза в неделю, постоянно напоминая рыбакам о мерах предосторожности и опасных местах. Река Вукса, очень своеобразная река, потому что течение там сильное. Хоть и стояли морозы, да, лед встал. Завтра это все размоет. Только мороз спадет, завтра будет размывать фарват реки, и это уже очень опасно. Имеемый трагический случай, но вовсе очень немало. Ну, вот Сайминский канал, вот опасное место. Все вот, где реки, особенно где у нас реки, впадают в залив, это самые опасные места, потому что там постоянное течение, и вода чуть-чуть теплее, чем в заливе, она приходит, и как бы вот эти места непосредственно перед речкой размывают, а люди идут ближе, поэтому тоже опасно. Все речки, которые впадают в залив, все места там рядом опасны, независимо от погодных условий. А вот минувшая неделя не обошлась без трагедий. В акватории Финского залива, в Выборгском районе, погиб мужчина. Как рассказали нам в местном отделении ГИМС, трагедия произошла 15 января неподалеку от поселка Лужки. 36-летний петербуржец отправился покататься по льду на снегоходе, но попал в полынью. На следующий день его тело из воды достали выборгские спасатели, после чего извлекли из-подо льда снегоход. К другим темам. Сегодня на мемориале «Невский пятачок» прошла межрегиональная акция на рубеже бессмертия, посвященная 73-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. В ней приняли участие более полутысячи человек, среди которых ветераны Великой Отечественной войны, члены общественных организаций и молодежного актива, представители администрации Ленинградской области. Незадолго до памятной даты о героическом подвиге ленинградцев говорили в Выборге. В межпоселенческой библиотеке на рубежной состоялась встреча с Валентиной Шумовой. В блокадном городе она прожила все 900 дней и ночей. «Есть только миг» – так называется книга Валентины Шумовой, презентация которой состоялась накануне очередной годовщины прорыва блокады Ленинграда. Выборгцам Валентина Григорьевна хорошо известна как журналист, редактор приложения «Ветеран» в газете Выборг. О блокадном детстве Валентины Шумовой знают немногие, а ведь ее воспоминания не просто представляют интерес для читателя, но и являются глубоким историческим свидетельством. Именно так о книге Выборжанки отозвались члены Всемирного клуба петербуржцев, президентом которого является Михаил Петровский. В ней автор рассказывает о событиях, врезавшихся в память словно острый нож. Когда началась Великая Отечественная война, Валентине было 7 лет, ее брату всего год. Вместе с матерью они жили на даче между Лугой и Псковом. Псков немцы взяли быстро, и семье спешно пришлось выбираться домой в Ленинград на санитарном поезде. На полпути к Луге начальник поезда скомандовал высадить всех беженцев. А как высадить? На ходу. Ну, скорость поезда сбавил, и нас мамой выбрасывали вещи и детей прямо под откос. Ну, отделались мы так легкими царапинами, ушибами. А нас подобрал какой-то тоже командир разведки, видимо, на газике. Домой семья попала лишь спустя сутки. Отец Валентины к тому времени уже ушел на фронт добровольцем. Мать и дети свою квартиру в центре Ленинграда не покинули до конца войны. Мама так села у окошка на стул и сказала, пусть здесь разбомбят, но мы уже никуда не двинемся. Мы и не двинулись. Нам не давали карточки какое-то время, когда была массовая эвакуация. Но пережили. Человек ко всему привыкает. Это Валентина поняла еще в детстве, когда звуки разрывающихся снарядов и бомб пугали уже не так, как в начале блокады. А походы на Неву за водой под непрекращающимися обстрелами стали обычным делом. Чтобы не умереть от холода, мама сжигала в печи, которой отапливалась квартира, мебель из красного дерева, паркеты, книги. Обменивала ценные вещи на продукты. Ведь и в блокадном Ленинграде находились люди, у которых не было серьезных проблем с продовольствием. Но вот вели они себя по-разному. Так соседка, уходя на работу, просила маленькую Валю присматривать за своими детьми и вовремя их кормить, но не предлагала даже кусочка хлеба в знак благодарности. Для другой женщины девочка приносила обеды из столовой и тоже без малейшего вознаграждения. Совсем иначе повел себя совершенно незнакомый военный, увидевший однажды на улице истощенную Валю и ее брата. Подполковник, служивший в Смольном, попросил их маму отдать на время одного из детей, чтобы хоть немного подкормить. Я погостила там, ну недельку, наверное, не больше. Потом он меня отвез домой и взял братишку. Тогда мама уже не боялась. Я жива здорова и даже окрепла немножко. Это к тому, что люди разные были и относились по-разному. Несмотря на тяжелое положение, в Ленинграде работала примерно из десяток школ. В одну из них ходила и Валентина Шумова. Правда, посещать уроки удавалось нерегулярно. Из-за бомбежек и состояния здоровья девочки. Она переболела цингой. Долгое время страдала от дистрофии. Зато благодаря школьным годам Валентина Григорьевна познакомилась со многими выдающимися людьми. В их числе были Алиса Фрейндлих и Олег Протопопов. Будущий олимпийский чемпион еще в детстве серьезно увлекся фигурным катанием. Когда он разучивал какой-то новый элемент, он нас приглашал. Приходите, я вам покажу. Я запомнила, как пистолетик он делал. Для нас это было, конечно, что-то. И, конечно же, в книге есть только миг. Автор не могла обойти вниманием Ленинградский День Победы. Там постучалась соседка из двора, вообще не из нашего подъезда даже. Постучалась и говорит, слушайте, блокаду сняли. Рано утром. Рано утром. Темно за окном. Темно. Но все все равно выбежали на улицу. А вечером был такой салют потрясающий у биржи. Ой, все, наверное, живые ленинградцы высыпали на улицу и пошли к бирже смотреть салют. Наряду с воспоминаниями Валентины Григорьевны в книге опубликованы ее стихи, посвященные Выборгу. Тираж издания небольшой, всего 50 экземпляров. Но познакомиться с ним можно в Выборгских библиотеках, в дар которым автор передала по одному экземпляру книги. Людмила Перминова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Продолжается регистрация электронных заявлений о приеме в первый класс общеобразовательных учреждений. Только за первые шесть часов на виртуальный портал Ленинградской области было подано около 2300 заявлений. По данным регионального комитета по связи и информатизации, наиболее активно записывают детей посредством интернета во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском и Тосненском районах. Как рассказали нам в районном комитете образования, от родителей будущих первоклассников поступило около 600 заявлений. Это было недавно, это было давно. В выставочном зале Выборгского замка открыта интерьерная экспозиция середины XIX – начала XX века. Большинство экспонатов впервые покинули фонды музея и предстали перед зрителями в виде наглядных картин того, как жили наши недалекие предки. На торжественном открытии выставки, которую у строителей назвали «Историзм и модерн. Два стиля одной эпохи» побывала и наш корреспондент Наталья Березовская. Модро звучит старинный патефон. Металлическая игла двигается по пластинке 78 оборотов в минуту. Хриплый, но громкий голос переносит гостей в начало XX века. Века стремительного, наполненного удивительными открытиями и изобретениями. В сложно сочиненное время, волнений и страданий. И вместе с тем небывалого творческого взлета в архитектуре, живописи, музыке и литературе. Гостям выставки, открывшейся в Выборгском замке, новая команда музея представила свое видение интерьерной экспозиции. Выбрав для нее образцы мебели, предметы декора, костюма и быта из фондовой коллекции. Большинство из них никогда еще не экспонировались. Вещи здесь в основном представлены из таких трех крупных блоков, трех семей, скажем так. Это от Буренина Николая Евгеньевича, это поступление 80-х годов. Это от Плохинских, это поступление совсем недавно, 2011 года. И мы до сих пор в процессе их оформления, потому что это петербургская семья, она, извините, вымерла. И наследники, которые ухаживали за последним представителем этой семьи, просто-напросто передал в дар музея всю коллекцию. Это более 4000 предметов. Поэтому здесь, конечно, представлены лишь малая часть, но вот мебель в основном как раз из этой коллекции. Кровать, которая здесь у нас стоит, это как раз от них. Плюс большое поступление, это такие таможенные поступления. И то, что собрали сотрудники из разных мест, в том числе и из администрации советских учреждений. По словам куратора выставки, заместителя директора музея Анастасии Прониной, главной целью устроителей было показать, что история – это живая субстанция, а не страница в учебнике. Выставка наполнена действительно нашей любовью к тому, что мы делаем. Мы старались сделать не сухую историческую справку, мы хотели сделать наполненную жизнью выставку. Я надеюсь, что у нас получилось. Именно по этой причине мы столько внимания уделяем мелочам. И наши фонды в этом случае, конечно, оказали нам неоценимую помощь. Нам не пришлось обращаться к сторонним организациям, просить помощи у других музеев. Все, что здесь представлено, на 98% – это наши фонды. Созданные интерьеры удачно дополнили варианты обоев компании «Моррис энд Компани», которая уже более 150 лет производит их по оригинальным эскизам Уильяма Морриса. Являясь правообладателем всего наследия художника, компания по сей день работает с его архивом. Технология производства обоев сохранилась с 19 века. В экспозиции также представлены авторские эскизы архитектора Андрея Оля и многочисленные фотографии. Директор музея Владимир Цой считает, что выставка удалась, а процесс подготовки к ней еще раз доказал – музею необходим реставратор. Вы можете увидеть, что некоторые предметы находятся, может быть, не в том состоянии, в котором нам бы хотелось видеть. И еще раз я, как руководитель, убедился в том, что, наверное, нам нужно поднимать вопрос как минимум о том, чтобы у нас появился штатный реставратор, а как максимум о создании некоего, может быть, реставрационного участка, может быть, при музее-заповеднике или относительно независимом. Но действительно объем работы для подобного направления у нас в городе, даже у нас в музее существует. Выставка «Историзм и модерн. Два стиля одной эпохи» будет работать на втором этаже выставочного зала Выборгского замка до 31 марта. Наталья Березовская, Валерий Пресежнюк, Медиагруппа «Наш город». Крещенский сочельник отмечают сегодня православные христиане. Он предваряет один из главных церковных праздников – Богоявление или Крещение Господне. Торжественные службы прошли утром во всех храмах. В Спасо-Преображенском соборе после литургии святителя Василия Великого началось великое освящение воды. Вода освящения происходит всего два раза в год – в сочельник и непосредственно в праздник Богоявления. С этого момента верующие могут прийти в храм и набрать святую воду. Воды еще не взяла, еще и на вечерний буду брать. Всегда пользуюсь давным-давно уже. Святая вода – это святое все. Для меня главный праздник – это я верую в Бога. Хожу по возможности в церковь, по возможности здоровья. Хотелось бы, чтобы все люди не просто за водой приходили, а чтобы в сердце что-то приобрели. Всего доброго, здоровья. В Крещенской воде верующие приписывают чудодейственную силу. Ее пьют для здоровья, ею кропят жилища, дабы оградить дом от напастей. Однако важно помнить, что Крещенский сочельник и Крещение Господне – дни, когда стоит подумать о своих поступках. Как выстроить нам нашу жизнь, чтобы не мучить сослуживцев, соотечественников, единоплеменников. Эти моменты важны и для каждого из нас теперь. И эти слова мы должны услышать. Слова Христовы о покаянии, слова Иоанна Крестителя о верной жизни Богу. Мы должны услышать ныне заплеском святой воды. Мы должны их услышать. Иначе погружайся в воду, умывайся водой, кропи помещение. Если не желаешь менять жизнь свою в соответствии с закроведями Божьими, ее строить, пользы в том не будет. Вечером в храмах прошло всеночное бдение. А в эти минуты верующие принимают участие в крещенских купаниях. Об этом мы расскажем в ближайших выпусках нашей программы. 19 января, в День Крещения Господня, в Спасо-Преображенском соборе пройдут две божественные литургии в 7 и 10 часов утра. После священнослужители вновь совершат Великое Священие Воды. Крещенская вода будет раздаваться верующим в часы работы храма. Лыжная база парка культуры и отдыха после первого снегопада распахнула двери для любителей лыжных прогулок. Здесь можно взять на прокат не только лыжи, но также санки и ватрушки. Подробнее в следующем сюжете. Зима во время активного отдыха. Большинство горожан радуются выпавшему снегу. Он не только укутывает землю белоснежным одеялом, делая пейзаж за окном сказочным, но и дарит прекрасную возможность покататься на лыжах, санках и ватрушках. Лыжная база парка культуры и отдыха на Батарейной горе готова принять всех, даже самых юных любителей зимних видов спорта. Лыжная база подготовилась с прошлого года. По просьбе особенно маленьких горожан Выборга мы приобрели для них специально отличные ботиночки самых маленьких размеров. 30-й, 31-й, 32-й. Пожалуйста, теперь все категории горожан приходить, получать удовольствие. Погода стоит хорошая, солнечная. Сейчас мороз немножко покрепчал, но самые стойкие не отказываются. Так что у нас лыжная база заработала, поэтому приглашаем горожан и гостей города Выборга отдохнуть. Активно услугами лыжной базы пользуются выборгские школьники. Зимой уроки физкультуры, если позволяют погодные условия, проходят на свежем воздухе. С удовольствием дети катаются. Особенно те, кто помладше, 5-6 класса, они просто с жаждой такой, как только выходим на учебу, сразу когда у нас лыжи начинают спрашивать. В этом году трасса интересная проложена чуть побольше, там мимо фомиков кататься нужно. С небольшими спусками очень хорошо. То есть для начинающих с этих спусков кататься очень удобно. Впрочем, юноши и девушки, предпочитающие вести здоровый образ жизни, активно проводят досуг и во внеурочное время. На прокат на лыжной базе можно взять не только лыжи. Есть также санки и ватрушки. Главное – одеться потеплее, чтобы чувствовать себя комфортно. Желательно штаны, чтобы не обтягивающие были, свободные. То есть, чтобы как в термосе пространство было свободное. Не в лосинах, не в обтягивающих вверх. Что еще? Варежки обязательно, шапку, чтобы не застудить голову. Зимой можно заняться спортивным. На коньках покататься, потому что у меня это получается. На лыжах тоже можно хорошо и побегать. Зимой можно на Батарейной горе. Мне очень нравятся такие уроки физкультуры. Судя на гре, зимой на природе. Можно покататься, оторваться, зарядиться. Покучить такой заряд энергии хороший. Зимой лыжная база на Батарейной горе работает ежедневно. С понедельника по субботу с 8 до 18. В воскресенье с 10 утра до 6 часов вечера. Выдача спортивного инвентаря прекращается за час до окончания работы базы. Вероника Когут, Андрей Неробов. Медиагруппа «Наш город». Выборжцы приняли участие в полуфинале первенства России по волейболу среди юношей 2001-2002 года рождения. Соревнования проходили в Краснодарском крае. В них участвовали команды Волгограда, Ростова, Республики Алания, Краснодарского края и Ленинградской области. В составе региональной сборной выступали фаворитовцы Александр Богатчук и Сергей Самсонов. Наша команда провела 4 сложнейших матча и в итоге заняла 4 место. На этом наш выпуск завершен. Увидеть его еще раз, а также узнать о том, что осталось за кадром, можно на сайте выборг.тв и в группе Выборг ТВ в социальных сетях. А я благодарю вас за внимание. Всего доброго и до встречи.